ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Обеспеченные россияне ездят на автомобилях, которые в любой момент могут загореться. В нашей стране отзываются 82,5 тысячи Тойота Лэнд Крузер 200 и Лексус ЛХ 570, которые были реализованы дилерами с конца января 2013 года. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. По сообщению ведомства, причиной является вероятность поломки нагревателя форсунок-омывателя лобового стекла. Незамерзайка может проникнуть внутрь, что вызовет короткое замыкание и даже пожар. Форсунки подлежат замене. ТРАССА СТО ОДИН МВД добивается права жестко поступать с теми, кто передвигается на неисправных автомобилях. При выявлении поломки инспектор ДПС может направлять автовладельца на внеплановый техосмотр. На это гражданину будет отводиться трое суток. Если по истечении данного срока информация о пройденном ТО не поступит в информационную систему, ГИБДД аннулирует регистрацию транспортного средства. Направляется на техосмотр инспекторы смогут сколько угодно раз. ТРАССА СТО ОДИН В начале февраля на Автовазе стартует выпуск обновленного Lada Largus. С технической точки зрения в машине ничего не изменится. Все модернизации носят внешний характер. Это передняя часть в фирменном X-стиле, ячейстая радиаторная решетка черного цвета, другой капот и другие фары, позаимствованные у Renault Logan второго поколения. Сколько будет стоить новинка, неизвестно. Сейчас цены на Largus начинаются от 593 тысяч рублей с учетом скидок. ТРАССА СТО ОДИН У Рину Дастер может появиться старший брат Бигстер. Такое название придумали в румынской компании Дачия. Пока машина существует в виде концепта. Ее серийный выпуск может начаться в 2025 году. Новинка немного длиннее Дастера, она обладает угловатыми брутальными формами. Каких-либо подробностей о технической начинке нет. ТРАССА СТО ОДИН Электромобили можно заряжать на ходу. Технологию придумали в Израиле, а опробовали в одном из шведских городов. На почти что двухкилометровом участке дороги под асфальтом разместили медные катушки и пустили по ним ток. А подопытный электрический тягач оснастили дополнительным оборудованием. Получилось, что на скорости до 60 километров в час грузовик может получать 70 киловатт энергии. При этом дождь и налить процессу зарядки не мешают. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин